В имя Отца и Сына и Сына, Господи, благослови наши занятия, даруй нам мудрости изучить Слово Твое по толкованию Святых Отцов Православной Церкви. Уразуми, дай нам Господи, Духом Твоим Святым, Священное Писание, что применить в деле и в спасении ближних наших. Тебе слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Второе послание Коринфянам, седьмая глава, с девятого стиха. Я бы предложил прочесть предыдущий стих, чтобы восстановить в памяти контекст. Володя Пащенко отдашь. Пусть сохранит там написанное. Давай. Седьмого стиха тогда. С восьмого. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита. И не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне. Так что я еще более обрадовался. Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было. Ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Это предыдущее занятие. Сегодняшний стих. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию. Ибо опечалились ради Бога. Так что нисколько не понесли от нас вреда. Прочитаем толкование и прорассуждаем после. Скорбь была временна, к часу, а польза всегдашняя. Я радуюсь, говорит, не потому, что вы опечалились, ибо какая мне польза от вашей скорби, но что вы опечалились к покаянию. Заметь, как скорбь приписывает посланию, и не говорит, что принес вам пользу, что было справедливо, но относит это дело к их добродетели. Вы, говорит, опечалились, но опечалились ради Бога. Быв обличены, говорит, нами, вы опечалились по Боге, и впредь ни в чем не потерпите от нас вреда. Ибо все вы, не исключая дошедшего до крайнего греха и блудодеяния, улучшились. Учитель тогда причиняет вред ученику, когда не обличается грешающего. Ибо если бы его обличили, он получил бы пользу. Если бы его обличили, он получил бы пользу. Такой стих. Теперь я радуюсь. Чему радуется апостол Павел? Он пишет. Не потому, что вы опечалились, я радуюсь. Обличил апостол Павел блудодеяние брата в коринфянской церкви. Это первое послание коринфянам. И очень строго обличил. А теперь он говорит. А теперь я радуюсь. Не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию. Церковь пришла в покаяние. Грех был истреблен, исправлен. Все покаялись, хотя и опечалились. И теперь апостол Павел радуется этому. Потому, что опечалились вы ради Бога. И любая печаль в нашей жизни, она не всегда является... Вот плохо, человек печалится. Это не всегда плохо. В основном это хорошо. Блаженные, плачущие, ибо они утешатся, Христос сказал. Горе вам смеющиеся ныне. Потому, что когда человек живет во грехе, а при этом постоянно живет легкомысленно в смехе, проживая в грехе, он отдаляется от Христа. В этом случае люди получили пользу. У кого рассуждения есть на этот счет по поводу обличения, покаяния, исправления? Личный опыт жизни, когда, допустим, ты совершил какой-то поступок, а тебе брат подошел, обличил тебя. Ты вначале огорчился или даже обиделся, а потом покаялся и понимаешь, что да, действительно, это было правильно, обличение в отношении тебя. И пришел и поблагодарил брата. Было у кого-то такое? Бывало, конечно. Но чаще-то встречаем мы, что обличение не принимается. А если принимается, то бывает разное отношение к этому обличению. Один приходит в уныние сразу, все, мне не иметь прощения, как вот нынче сегодня вот прямо был такой эпизод с братом, если можно назвать братом, потому что не знаю, крещен или не крещен. Нет мне прощения. Обличающего он принимает и тут же говорит, да, может, мне там вообще никакого прощения. Мне не дали, как вчера. Был эпизод у меня, значит, ехал я на службу суда вечером. Мужик заходит в автобус, такой, ну, афганец он бывший, как выяснилось, подвыпивший, и пристает к этой кондукторше. Кондукторша от него отмахнулась, значит, ушла. Он увидел меня, попался я ему в поле зрения. Слушай, говорит, ты же моложе меня. Я говорю, откуда ты знаешь, что это я моложе тебя-то? Ну, с какого ты года? Ну, выяснилось, что он с 56-го года. Я говорю, ну, как раз на 9 лет старше я. Да ну, врешь ты. Я говорю, не могу я врать, потому что... А почему ты не можешь врать-то? А потому что Христос запрещает. Ну, и тут зашел разговор, он мне говорит, да я столько нагрешил, что я уже теперь... Мне нет покаяния, то есть нет мне прощения. То есть вот отношение к этому обличению. Может быть такое, что человек говорит, что у меня уже теперь нет прощения. А второй принимает это обличение с тем, чтобы исправиться. И благодарит о том, что сказал брат. Но когда воспринимает человек с благодарностью это обличение, тогда оно приносит пользу. Обоюбную пользу и обличающему, и обличаемому. Подчеркну сразу мысль, что... Скажем так, вывод. Вывод такой. То есть после обличения можно опечалиться. Конечно, любое обличение, оно у человека вводит в печаль. Но есть печаль к покаянию, а есть печаль к отчаянию. К отчаянию и погибелью. К отчаянию, да. То есть вот два вида печали. То есть печаль сама по себе не является ни хорошо, ни плохо. Все зависит, к какому, куда ты в конечном итоге, в какую точку попадешь. Вот согрешил апостол Петр. Еще третий вид отношения к обличению. Что ты меня обличаешь, ты сам такой, да. И вообще ты не такой, я не такая. Ты меня вот это обличаешь. Ты меня осуждаешь. То есть обличение превращается в осуждение. А осуждение, мы уже сколько раз говорили, что это отличается от обличения. А осуждение, когда ты вносишь приговор, что этому человеку уже нет покаяния, нет вообще вечной жизни. Для него вечная жизнь в блаженстве закрыта. То есть жертва Христова тогда уже напрасно становится. То есть поправлюсь, что можно, конечно, делать разные выводы из, следствия из печали. Но вот основные следствия мы подчеркнули. Это ко спасению, к отчаянию. Вот брат Виктор Андреевич сказал, Это к самооправданию даже еще бывает такое обличение. То есть человек вроде бы опечалился, ему неприятно. А неприятно, значит ему надо оправдать. А я хороший. И найти, допустим, недостатки в человеке тот, кто обличил тебя. Или еще сказать, а если в этом человеке недостаток он найти не может, то он скажет, а вот другой человек, он тоже такой же, как я. И начинает уже чужими грехами оправдывать себя. С одной стороны, вроде бы он и прав в своих глазах. Вот этот человек грешит, и я грешу вроде бы. Ну и что? А на самом деле, в конечном итоге-то, к чему все это приводит? Пользы никакой от этого нет. Человек только самооправдал себя и попал в эту яму. Вообще полностью безвылазно. Он еще живой, а уже умер духовно. Но здесь еще какой момент я хотел обратить. Мы сейчас рассматриваем с позиции обличаемых. Вот это все. Эпизод рассматриваем. Но здесь апостол Павел пишет от первого лица. То есть со словом «я». Тогда «я радуюсь», «не потому». То есть «я». Есть еще такой момент, на который хотел бы я обратить внимание. А вот отношение вообще человека, которое обличает, какое? Мы говорим о том, кого обличили. Горе, печаль. А вот тот, кто обличает, что он чувствует в этот момент, когда обличает? Легко ли вообще обличить кого-то человека? Вот ты видишь, что человек согрешает. Но ты думаешь, а как это сделать? И вот апостол Павел обличил. Он обличил через послание. И говорит, а во мне пишут, что в посланиях я строг, а в личном присутствии я, говорит, такой незначительный. Но я, говорит, если так вы говорите, я и в личном присутствии вам покажу свою силу в Духе Святом. Интересный вопрос затронул. Какие чувства должен испытывать обличающий? Обличающий, да. Вот именно этот момент. Кто может обличать? То есть, во-первых, право. Кто имеет право на обличение? Я полагаю, имеет право на обличение тот, который то, в чем он хочет обличить кого-то, ну, либо у него нет, либо было, но уже покаяние принесено, и он теперь исправился. И теперь достойные плоды покаяния он проявляет, в том числе обличая кого-то в содеянном. То есть, прежде чем обличать, нужно самому вести определенный образ жизни. Естественно, речь идет о взаимоотношениях между христианами, о братьях и сестрах мы-то речь идем. Так же, как он и апостол Павел, он обращается это, видите, к верующим, к олимпинам, уже обращенным. Вот ответ на вопрос, каким должен быть обличающий, есть у апостола Павла ответ. Я, говорит, смиряю и порабощаю плоть свою, дабы, проповедуя другим, самому остаться недостойным. И чтобы не было, перед этим мы проходили стихи, мы на них не обратились, чтобы не было порицания. Вот человек обличает, сейчас мы немножко спонтанно подняли этот вопрос. Но вопрос в том, что сам человек, в нем не должно быть порицания, чтобы тебя не ткнули потом в твой же собственный грех. То есть ты прежде, чем обличить, подумай, а твоя ли это весовая категория? Или все-таки пригласить другого человека, более достойного, и обличить уже более вот этого человека? То есть ты понимаешь, что грех, но ты сам в себе ощущаешь физическую немощь. Но тогда у тебя есть другой путь. Ты можешь пригласить более духовного, с твоей точки зрения, человека и сказать, Вот брат так делает, а я не могу, сил не хватает. Это не будет доносом, это просто желание помочь. И вот уже тогда брат выступил и сказал, да, вот так это. И он причем подумает, как это сделать. Вот тут такой вариант тоже возможен. То есть нужно, первое, нужно быть достойным. Прежде чем обличать, нужно самому быть достойным и любить этого человека, как вот и обличаешь. О, главное, сейчас задел брат главную мысль, что обличение не должно быть просто ради обличения. Оно должно внести в себе позитивную окраску, то есть позитивное начало, положительное, иначе. То есть желание, это должно быть проявлением любви к тому, кого обличаешь. А если по любви, то оно будет скротостью, смирением, благоговением, совещеванием, с применением подобных примеров из житей святых, из Евангелия, из своего личного опыта. И пример того апостол Павел говорит об обличении. Он обличил, но он их любил все целы, всем сердцем этих любил. И, видя, что они огорчились, он сам огорчился, потому что с одной стороны он должен обличить, а с другой написано «плачь с плачущим». А апостол Павел не мог этого не знать, и он не мог в духе святом этого не чувствовать. И он видел, что они уже огорчились. И его автоматически захотелось тоже с ними поплакать, как будто бы он сам на роль обличаемого стал. То есть вот такой сложный момент. А где доказательства, что он ощущал эти чувства? А вот доказательства в 8 стихе на прошлом занятии. «Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею». Ну почему он не жалеет? Да потому что сделал это правильно. «Хотя и пожалел было». Вот жалко было. А пожалел что? Что обличил? Нет, пожалел того, что опечалил вас. «Хотя и пожалел было». Но не жалею все. Было у него такое все-таки маленькая борьба. «Ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время». А теперь что он говорит? «Теперь я радуюсь». Так какая разница? Ты сделал свое дело, апостол Павел, ты же герой, ты молодец. Ты обличил все и пошел дальше. А он что-то рассуждает еще на эту тему. Вот обличил, не обличил, радуясь, не радуясь. Он говорит «А теперь я радуюсь». Не потому что вы опечались, но что вы опечались к покаянию. То есть он видит уже дальше. Он не останавливается на этой стадии слез. Хотя это его немножко опечалило, но он идет дальше. Он увидел, что люди покаялись, что больной, который страдал, исцелен. Ведь врачи тоже, ведь есть чувствительные люди, лечат пациента. Ну, я сам был на хирургическом столе. Видно, что он скорбит, понимает, как тебе больно. Все, он тебя вырезал, вылечил. В конечном итоге, как дела, подходит врач, интересуется тобой. Ему тоже, с одной стороны, тебя жалко. Но при этом-то он это делает. С какой целью? Когда ты абсолютно выздоровел, ты приходишь и благодаришь. Боль превратилась в радость. Болезнь превратилась в здравие. Игнат Тихонович просит озвучить 12 стих 40-го псалма. «И с того узнаю, что ты благоворишь ко мне, если враг мой не восторжествует надо мной, а меня сохранишь в целости моей и поставишь пред лицем твоим навеки». Надо попросить Игнат Тихоновича разъяснить, чтобы... Игнат Тихонович, комментарий! Ты еще раз прочитай, может, не потребуется. Внимательно. Ты ударение сделал в первом слое неправедном. «И с того узнаю, что...» Почему узнаю? А может быть, узнаю на будущее? «И с того узнаю, что ты благоворишь ко мне, если враг мой не восторжествует надо мною, а меня сохранишь в целости моей и поставишь пред лицем твоим навеки». То есть нам хочется знать, за нас Бог или нет. Не просто говорить молотить, а сказал и дальше притворяй это, не многое, что услышал. Я хочу знать, а какие критерии? Ну, в первую очередь, что враг не превозмог меня. Да как не превозмог? Кто меня скрутил и избил, я по заповеди старался обратить врага. Он меня не превозмог. Превозмог, если бы я тоже схватился за оружие и стал его на день победы гнать. Ну и ладно, я его опобедил. А дальше что? А меня ты избавишь от поражения и поставишь перед лицом твоим нигде-то. И это будет ни на день, ни на два. И это все надо познавать всю жизнь. А поставил у меня или нет? А угоден Богу я или нет? Мы этот вопрос должны ежедневно задавать, ложась спать, как Ян Златоуст говорит. У меня не получается. Я только коснулся и стузнул. У меня даже специально рядом были люди и на часы смотрели, за сколько я засыпаю. Ровно 17 секунд. 17 секунд и отошел. А у кого так было? Ну, спортсменов, которые собой владеют. И там играет, кричат. Остается там 20 минут до начала соревнования. Он ложится. Ну что у него там? Тужурка кладет ее, чтобы она такая свернута была вот в это место. Вот так вот. Глаза закрыл, уснул. Остается меньше полчаса до мирового сражения. На пленочке не спал. Вот так я отошел. Ложится, мгновенно заснул. Его будет. Битва через 2 минуты начинается. Хорошо встал, уже живой. А нам это прихорашивается. Телефоны все выключить, чтобы не разбудили. Никто не ходил, не тронули. Ну, они давлены, не сжаты. За одного битва сколько они битых дают? Так? Так вот, надо все время узнавать. Враг надо мной восторжествовал или нет? Нет, все поражены. Я просто оглядываюсь назад. Которые писали в газетах, в телевидении. Ни одного нету. Которые меня судили. Ни одного нету. И они не победили. Я вышел еще больше. Стал проповедовать. С этой позиции. Тогда Бог открывает тебя. А меня поставишь перед лицом твоим. То есть, вхождение в заповедях твоих. Не так, что я научен от чему-то. Я замер. Мне такой вопрос задают. У вас движение вперед есть или нет? И вы ли однажды достигли чего-то и замерли на этом. В книгах где-то у меня есть эти вопросы. А тебе когда последний вопрос задавали? Людей я спрашиваю. У меня каждый день засыпают вопросы. У меня есть шаблон. Я отвечаю каждому. А там написано. Отвечаю каждому только на один вопрос. Точка. Дальше. Не искушайтесь. Вот свистательный знак. Пропуск. И дальше. Остальное найдете на нашем сайте. 4124 ответа. До свидания. Это действует примерно на 95%. Иные бывают еще лезут. Но уже я не отвечаю. Они начинают сами искать. Там все сказано. Но вопрос один, который дает. Я стараюсь в него совместить все, что до этого говорил. Вот там такое. Я пошел. А это так. А как правильно сделать? Вот говорят. Так. Как я вот сейчас считаю. Говорит. На Тулсона послание Василия Великого к Афанастию. Где он войну одобряет. Что похвально. Если напротив убьешь. Я ему должен ответить. А если я не отвечаю. Проходит время. Какое же у вас переписка тогда? Я вас из своего списка удалю. Если вы мне не ответите. Он начинает меня тревожить. Ну я вам отвечаю тогда. Понятно? Да. Я не просто верующий. А каждый день должен проверять себя. Апостол Павел говорит. Ты следуй за самих себя. Ни другого. Ни гестапо, ни КГБ. А ты сам для себя. И гестапо, и КГБ. Беспощадно. Исследуй себя. И поставь точку. Я опять напрасно прожил день. Тит был император римский. Он говорит. Я ничего сегодня не научился. Я напрасно прожил день. А тут живет человек. И за дням день главное. Молится и не смес. Вот какой был, такой остается. Я говорю. Ну ты хоть занимаешься, а ты глупый. Ты глупый, глупый. Самые простые вещи делаешь неправильно. Вещи недуховного порядка. Чего ты сейчас побежал, комнату не закрыл. Свет зажег. Шторка не опущена. Объясни почему. Ничего не объяснит. То есть жил рот корытом открытый. А это в этом все. Закрой двери, когда ты думаешь молиться. Главное это слепота, это не внешняя. Глухота не ушей. Когда душа глухая. Горе другого. И ты не откликнулся. А как песня песней? Говорит. Я вымыла ноги мои. Я лебла. В это время ты, возлюбленный, пришел, постучал, не услышал. Я не услышал, а он ушел. Песня песней говорит. Ведь это о том, что душа потеряла связь с Богом. Я каждый раз вставала, говорит. И тут один раз я не встала. Подумала, муж только пришел с работы. В избе не топлено, холодно так было. Я слышал потихоньку. Раньше было в окно, скучал меня, говорит. Потом встал рядом, я слышал его дыхание. А потом встал, подходите, наклоняйся и говорит. Аня, вставай. Я соскакивала, молилась. И тут слышу, он подошел, говорит. Аня, вставай. Я потянулась выходить, легла к стенке, муж в краю лежит. Прошел поздно, второй час ночи, встаю рано. И я, говорит, не встала. Когда соскочила утром, молилась, я во сне это сказала. Нет, больше никогда этого не было. И ангел оставил, больше не тревожил. Он тихо и нежно говорит. Да почему? Да я такой, да ты бы на ногу наступил, да толкнул бы меня. Вот тогда вы будете искать обличающих. А ты сегодня. Вот видите, у нас начинается собрание, такие важные вещи. Один за другим поднимается и в коридоре стоят. Не уходят. Они разговаривают, там что-то важнее. А они вообще не находятся люди. А что сделать? Ничего не сделать, только молиться. У нас нет никакого оружия. И я ему не передам. Для него он все уверовал, он принял крещение правильно и на этом успокоился. Его нигде нет. Я вот лично, когда утром встаю, я встаю раньше, на полчаса, чем наши ребята. Но я ложусь раньше, в другой раз даже на час. Я внимательно слушаю, как стучит сердце, мотор как работает. Утром встану, я не одеваюсь еще, сразу компьютер и включаю его. Пока он нагреется, я вот время одеваюсь, приготавливаюсь. И смотрю, какие отзывы были. Сколько благодарностей. И бывает, кто-то нападает. Посмотрел незначительное совсем, так его и оставляю. А остальные благодарят, благодарят. И я сразу говорю, у нас в Потеряевке есть такие люди, которые закрылись. Вот один старообрядец, другой православный. А ведут себя совершенно одинаково. Я говорю, вот ему кто теперь позволит? Кто поблагодарит? Никто, ни тому, ни другому. Никто, нигде. У каждого, ни один друг никогда не приедет. Они одинокие. Они уже наказаны. А я встаю, там женщина пишет. Муж там изменяет. А такие дети, помолитесь. Что мне делать? Другая больная. Третья поехала. У меня все благополучно. Я так благодарю вас, что молились. Я встаю, целый реестр. Пока братья встают, я уже все это прочитал. И им говорю, смотрите, что было. О чем надо молиться. Из утренней почты я все раскрыл, начинаю молиться. Это моя жизнь. Ежедневная и сегодня такая была. И что интересно. Включил. Около часа поработал компьютер. Не могу включить. Все заглохло. Мадам не работает. Позвонил телеком. Один раз. Они включили. Маленько, пойдем опять. Тогда он выключил. Говорит, тогда выключаете. И мы взяли на учет вас. Днем позвоним. Тогда узнаем, когда подойти. Что-то у вас не ладно. Я говорю, может, воздушка. Я походил маленько. Говорит, дай-ка я его включу. Включил, он заработал. Он сейчас мне звонит. А я иду. Я так рад узнал, как его звать. Вадим. Я говорю, мы помолимся о вас. Вот эта забота о тебе. Что? Он... Какой наш сайт. Какой ютуб. Поблагодарил его. Тепло на душе. А из-за чего? Это вчера шлигеть выплыл. Это все. Ты имей. Имею в виду. Тогда ты смело можешь подойти. И обличить того человека, кому никто не звонит. Почему? Он нелюдимый. Он нелюдимый. Он замкнулся. Никого нет. Он живет. Где нет? К нему никто не звонит. Никто не приходит. Никто не пишет. Его никто не ищет. Он не знает, зачем живет. Ну, поел, сходил в туалет. Пописал, обернулся. Это уровень-то нечеловеческий даже. И твой талант-то кому-то нужен или нет. Да для чего он тебе нужен тогда? Никто не спрашивает. Ну, это вы знаете, вас спрашивают. Так я-то тоже ничего не знал. Говорю, у меня наплыв людей с Павлом могу садить каждый день. Говорю, ложиться спать, еще и еще вопросы. И надо отвечать. Кому-то послать что-то. И надо печатать долго надо. И все время Бог дает возможность выполнить это. Вот выехал Володя. Никита рядом. Эти детей имеют. Я говорю, а у тебя дети? Дети, я его Нину выпроводили. Езжай туда. Квартиру взяли. А у меня дети, мои сыновья, никто меня не выталкивает. Они все под моим контролем. Я царем лиром никогда не буду. Королем лиром. Я знаю, когда отдать имение свое. Если смерти. И они живут. И притом никто их не гонит. И они с радостью... Ну-ка давай, печатай. Плохой документ мне выслали. Вчера нашел в интернете про моего отца. Моего отца. Я никогда не знал, что есть. Такого-то полка, такого-то батальона, такой-то роты, где он был под Смоленском. И там город такой, дорогобуш. И они там были. Отец рассказывал, все время говорил, дорогобуш. И вдруг я вижу здесь. Он выполнял приказание командования. И в это время был налет. Авиабомба оторвала ему руку левую. Левую. У него вот такая вот культякпа была только. Ему оторвало вот. Но пока привезли, видимо, воин и ЦНСК его операции делал в Красноярске. Он туда привезли. А это Смоленская область. И там все данные его. Колхозник, крестьянин. 1912 год. Все его данные. Воевал или не воевал. Он и был-то. 11-го. Его призвали июня. На Финскую войну. И в дороге, когда они ехали, в это время началась это, как германская. И в это время вот его взяли, еще сунули, говорят, в наступление. Да не было там наступления, там документы. Какое там наступление? Июль 41-го года. Август. Я 7-го года оторвал руку. По Смоленска наступление. В 41-м. Да там по 50-м больше километров в день наступал Гитлер. Какое там наступление было? Ну, были, отец говорит, на кладбище были. На кладбище. Остался командир, говорит, тоже что-то оторвало руку или ногу. И я. Остальные все были уничтожены. Там мертвецы, говорят, вылетали все. Они думали, среди где-то. А там, видно, сверху-то, видать, где кто есть. Это мой отец, Тихон Дмитриевич. Я прочитал благодарность, медаль за отвагу, наградной лист пришел. Наградной лист нашли. Мой племянник нашел. И три дяди у меня погибли. И он нашел на них, на них нашел, еще на рево, ребята. Конечно, кодю победы, как бы сказать. Я это все отпечатал своим, сейчас отправляюсь с ним. Узнает, за тебя ли Бог. А когда за тебя Бог, говорит, врагов его примеряет с ними. Вот сейчас я подумаю, у меня нет ниоткуда. Были враги недавно, только такие нападки были. Ну, прям, священник один, прям, как сумасшедший нападает. Я не отвечаю, вдруг человек мне незнакомый, первый раз зашел на священника, как навалился на этого. Да ты совсем невежда, ты уже дурак дураком. Что ты лезешь, пристал к человеку? Да ты ничего не знаешь. Ты где-то учился на двойке-то. И он про меня забыл, и сейчас, видимо, закрылся там сидит. Я его не звал. Он его, говорит, буквально скрутил. Ну, что, Господи, смири того и другого. У меня один день отдохновения, это уже праздник. Клеймят со всех сторон, как... Да никакой роли не играет. Вот где я хочу проверить себя. Враг мой надо мной не восторжествовал. Вот у меня знакомый один, он обо мне узнал через Андрея Кураева. И главное, что одновременно преподает в академии, государственной, в университете и в епархии. А в епархии-то узнали, как он говорит, про монаха-то. Его сразу сейчас отстранили. Отстранили. И там его митрополит теперь вызывает. Но, судя по всему, ну, они хотят, чтобы он у них продолжал работать. Он говорит, я уже назад нигде не сдам. Он все сейчас выписывает, выписывает. Монастыри, они никогда не были Вадимы Духом Божиим. Написано, Господь говорит, сидите, доколе не обречетесь силою. Они все еще не обреклись и сидят. На 10 дней Бог создал монастырь был. Никуда не ходить, сидеть. Вот и все. А они 2000 лет просидели. Я постепенно дохожу до всего этого. Вчера на вечернем богослужении мне просто как мысль пришла. Да монахи, они не могут быть другими-то. Вот они чаще прищищаются, чаще прищищаются, чаще прищищаются, исповедуйся. А почему? У него ничего больше нет. Вечерняя служба часов 5-6 закатит. Утром 2 часа стоит, клюет носом по стенке спиной и лозит. И ничего нет. А если я в благовестии, да какое у меня воскресенье, мы день и ночь идем. Вот мы ходили 13 дней до Владивостока. Каждый день в среднем 1030 километров. Вот он сидит, один из шоферов, который вел машину. В 10 отбой, в 2 часа подъем. Вот он как раз в это дальнее путешествие ездил с Вадимом. Вот как. А что было? А что было, то позади было. Вот теперь я думаю, что я сказал. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос, за толкование. За комментарии этого стиха. Толкование у нас называется по-другому. В 9 стихе, который мы прочитали, мы слышим. Апостол Павел радуется. Но радуется он не тому, что печалятся братья его, которых он обличает, а потому что они исправляются. Этому он радуется. Прочитаю конец толкования этого стиха. Как резюме. Вывод. Учитель тогда причиняет вред ученику, когда не обличается решающего. Ибо если бы его обличили, он получил бы пользу. И вот пользу, этой пользой радуется апостол Павел. И вот все мы после занятий уйдем и будем помнить, что 2 Коринфянам 7 глава 9 стих. О чем нам говорит? Елена. Что апостол Павел радуется. Чему радуется? Радуется исправлению грешников. Понятно? То есть важно, понимаете, на наших занятиях важно не просто слушать, а важно слышать. И не просто слышать, но и впоследствии применять это в своей собственной жизни. Вот даже если бы мы сейчас остановились, и вот все занятия посвятили этому стиху, этого было бы уже достаточно. Запомним главное. Я хочу из своего опыта сказать. Всегда вызывало удивление учителей в школе моих детей. Когда я приходил, я чаще других, наверное, родителей бывал в школе, интересовался, как у них проходит жизнь в школе, моих детей, с кем они общаются, что они получают от своих сверстников, от своих учителей. И учителями я часто задавал вопрос. Что вам не нравится в моей дочери? Что вам не нравится в моем сыне? Что нужно было бы исправить? И эти вопросы приводили их в такое изумление, они никогда не слышали этих вопросов. Я как бы сам напрашивался на обличение. Как вы думаете, я правильно поступал? Правильно. Почему? Почему? Виктор Андреевич поступал правильно или почему он поступал неправильно? Это и на пользу детям было, и на пользу учителям было. Что хотел Виктор Андреевич? Он хотел унизить себя, детей? Или он наоборот что-то хотел? Никак не унизить, он просто хотел, чтобы они настоящими были, хорошими людьми. Выявить недостаток и впоследствии его исправить. Да, и если какие недостатки есть, чтобы исправили и были порядочными людьми. Есть такая пословица, друг не тот, кто медом мажет или маслом мажет, там разные интерпретации. Тот, кто правду в глаза да сделает, скажет, да. То есть, и обличитель, и обличаемый, это союз любви, братьев, только в этом случае, в этом случае, один, более немощный брат, которому понужна помощь, а второй, более сильный, хотя они оба могут, пройдет третий какой-то брат и скажет, что же вы так, ну, назовет другое, может их обличить. В этом случае, это естественный, правильный процесс совершенствования человека. Давайте перейдем к десятому стиху, если вы услышите. Не пускай переходи, не толкись на одном месте, на то совсем на одном месте. Спасибо, Христос. Посмотри, просчитал, ничего нет, вперед. Ибо печаль ради, вот сейчас о печали, ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Вот два вида печали. Рассуждает о печали и показывает, что печаль не всегда есть зло, но только тогда, когда бывает по миру, то есть об имуществе, славе об умерших. Это вот печаль по миру, то есть о земном. И вот такая печаль производит смерть, непременно уже душевную, а часто и телесную, ибо через это многие погибли. Если же кто добровольно скорбит о грехах, то скорбит ради Бога, ибо врачевство это приготовлено на случай си одной болезни, для произведения неизменного покаяния, ибо никто из скорбящих ей никогда не раскаивался в этом, и для избавления человека от душевной смерти. То есть печаль ради Бога, никто в этом не раскаивался, человек попечаливался, исправился, и теперь уже, когда знает, что он исправился, что об этом печалится, что он печалился когда-то, потому что это все для жизни. Понятно? Да, ну мы рассуждали дальше. Дальше, одиннадцатый стих. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание, по всему вы показали себя чистыми в этом деле. Толкование. Не из-за примера других, говорит, доказываю пользу печали по Боге, но из вашего опыта, ибо вы не только не раскаялись в том, что опечалились, но сделались более заботливыми о себе. Извинение предо мною, извинение предо мной, ибо я извинил вас, потому что вы раскаялись. Какое негодование на виновного, толкование на этот, на эти слова, на соблудившего, церковь негодовала, что среди них это есть. Какой страх, толкование на это место, страх перед кем? Передо мной, то есть перед апостолом Павелом, ибо вы так и так скоро исправились, потому что устрашились. Какое желание ко мне, когда сказал о страхе, дабы не подумали, что представляет себя каким-то властителем, тотчас поправился, употребив слово желание, которое есть признак любви, а не власти. Боялись апостола Павла и любили при этом. Желание проявили. Какую ревность проявили христиане? К Богу ревность проявили через это. Какое взыскание проявили они? За что? За законы Божии, ибо вы наказали нарушивших оные. Вы, говорит, не только не сделали ничего такого, что сделал блудник, но и не потворствовали ему. В прежнем послании сказал, и вы возгордились, 1 Коринфянам 5.2, то есть вы, всех он обличил, не только блудника, что делало их общниками преступление. Поэтому здесь говорит, теперь вы очистили себя и от этого подозрения, и показали себя чистыми от порицания. Все сообщество восстало, узнав, что есть грех среди этого сообщества. Они не стали это все сглаживать, не то, что сглаживать, а они не стали это оправдывать. А они возмутились, и блудник покаялся, и все, сообщество очистилось от этого греха, все покаялись и примирились с Богом. 12 стих. Есть вопросы? Да, Дальше. Итак, если я писал к вам, то не ради оскорбителя и не ради оскорбленного, но чтобы вам открылось попечение наше, а вас пред Богом. Толкование. Дабы не сказали ему, зачем же ты обличил нас, если мы чисты были от преступления? Говорит, я до того уважаю прежде писанное мной и не раскаиваюсь в обличении вас, что говорю, для того я написал то, чтобы любовь моя к вам и попечение мое о вас открылось пред Богом, то есть пред Богом, видящим, что это справедливо. я опасался, чтобы и на вас не перешла зараза. Вот почему он написал вы возгорделись вы, то есть он всех объединил. Когда же разумеет под оскорбившим и оскорбленным? Кого же разумеет под оскорбившим и оскорбленным? Блудодействовавших, потому что и тот, и другая оскорбили друг друга. Как же говорить, что писал не ради их? То есть, хотя я писал и ради их, но не исключительно ради их, а и ради вас заботя, чтобы не испортилось ваше все общество. Так и говорит, разве о валах заботится Бог в 1-м кориевском 9-9? Не то говорит, что Бог не заботится о них, то есть о валах. Иначе зачем они созданы? Но то, что Бог дал закон преимущества не ради валов. Ну, это сравнение о том, что апостол Павел защитил тем, что если был закон... Как вас гордили? Чем было гордеться-то? Что за слово-то? Кто гордится таким, когда грех-то? Нет? Люди стараются скрыть, а именно гордились. Поясняй. Ну, во-первых, они не возгордились, сразу поясню. А апостол Павел их захватывает о том, чтобы предупредить, чтобы эту гордость. А возгордиться они могли. Вообще, гордость это не раскаяние, то есть, а самооправдание, греха это и есть гордость. Я так понимаю. Или я, если не прав, пока? Возгордились, вероятно, тем, что они не были замешаны в этом грехе, а вот они осудили этого согрешившего. К сожалению, не могу я растолковать, Игнат Ильич. Помогаете, Игнат Ильич? Этим человеком, не замещая его недостатки. Вот в чем дело. А смотреть не надо. Вот у баптиста поделенные были такие баптисты Совет Церквей. Ну, у них там кто? Георгий Петрович Винц, был Прокофьев. И Прокофьев, нету Аллы тут, она их всех хотя бы знала, пошла на. И его посадили, и как там, я не знаю подробности, сумели как-то там живить женщину. И он же 15-летний юноша был. В руководстве отделенный это героический человек был. И через женщину он пал. И все это зафиксировали, и сразу представили, баптисты сразу его выкинули. Отлучили его. А они не возгордились им. Не посмотрели ни на его таланты, ни на что, и какое там раскаяние у него, было-не было, подробности у меня сокрыты. Но, когда я говорил, то один из них, Михальков, Иван Андреевич, и говорил, но мы же его исключили сразу. Ну, действительно так. Вот как дело обстоит. А гордиться-то чем? Ну, человек вас гордился знаниями, силою. Он чемпион стал или кто-то. А тут-то чем они гордились? Что в них есть, ну, как эти, в заключении говорили, у тебя кто сидит? А у меня, а вот у меня артистка Русланова, Русланова у меня, Клавдия, так ее звали? Клавдия Шерженко, а Русланова кто? Людмила. 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 А тот говорит, а у меня бальчиком профессор работает в ГУЛАГе. А тот говорит, а у меня, говорит, в кочегарке два академика. Ну, сажали-то подряд всех-то. И они гордились этим. Вот у меня, в уголь-то бросает не кто-то, академик. И вот эти люди точно так же. Они считали, что ни у кого такого нет, как у них. Ну, и, наконец, на этом и пошло. Вы вас гордились вместо того, чтобы плакать. А вы все еще во фиши пишете, кто выступает. Да вы бы стерли его имя, как этого Прокопьева, чтобы даже не упоминалось. Только так. 13 стих. Посему мы утешились утешением вашим, а еще более обрадованным и радостью Тита, что вы все успокоили дух его. То есть, толкование. Я показал попечение свое о вас, и надежды мои не обманули меня. Поэтому, говорит, весьма утешился. Расстроил, был все-таки скорбиво. И о том, что согрешает община, и о том, что их опечалил. И все это в конечном итоге, когда произошло исправление, он утешился. Теперь к утешению, которым вы утешили меня, как я сказал, присовокупилась большая радость. Радость Тита. Радость же это и утешение за вас, и для вас. Поэтому и говорит далее. То есть, уже пришел человек от Павла, увидев все своими глазами, пришел, и они его приняли, он пришел назад, рассказал все, как там произошло, какое покаяние, какое исправление. И это его еще более утешило, апостол Павла, то есть, отца их духовного. 14 стих. Итак, я не остался в стыде, если чем-либо о вас похвалился пред ним. Но как вам мы говорили все истину, так и пред Титом похвала наша оказалась истинной. Толкование. Я, говорит, тому обрадовался, что Тит нашел вас такими, какими я изображал его в вас на словах. И сам он успокоился, когда нашел вас такими, и не встретил от вас ничего грубого и неприятного. А то, что Павел хвалился учениками, показывает, что они были добродетельны, а он чудолюбив. Такими и теперь должны быть ученики и учителя. как проповеданное мной вам все было истинно, или, быть может, говорить о похвалах взысканных им о Тите, так и все, все, чем я хвалился о вас, оказалось истинным. То есть, все, что сказал Титу о них, все так и есть. Тит это подтвердил. Пятнадцатый стих. У кого-то вопрос, может, нет? И сердце его весьма расположено к вам. Это уже читаем текст пятнадцатый. И сердце его весьма расположено к вам. При воспоминании о послушании всех вас, как вы приняли его со страхом и трепетом. Вот Тит как думал о них. Толкование. Этими словами хвалит Тита, чтобы и они полюбили его, как связанного с ним и пламенно любящего их. Поэтому и сказал сердце его, дабы показать силу и горячность расположения искренней любви его Тита. Выставляет причины такой любви к ним Тита, показывая, что они сами подали повод к такой любви и вместе с ним побуждая их к большей любви. Ибо вы не просто показали любовь к нему или попечение о нем, но и послушание, приняв его, как дети отца и в то же время, как начальника, со страхом и даже трепетом. Этим самым свидетельствует о сугубой добродетели их. Какой? О любви как к отцу и о страхе как к начальнику. Так что в них ни любовь не ослабила страха, ни страх не отравил любви. Вот это классический пример. Его обличили, он покаялся. А вот если бы обличили его, Павел-то, а он не покаялся, они бы его даже по канонам исключить из церкви-то. Тогда бы эта похвала была бы или нет. И Павел говорит, я вами похвалился и теперь не постыдился. Я говорю, от Каримфини, какие они добрые все-таки. Добрые, а блудник-то у кого? Ну это блудилищный город был, портовый город, моряки. Там в одном храме только одна тысяча блудниц была, обслуживали моряков. Святость зарабатывали чем? Это покрепче оренбургских этих пчелок. Ну и что? Так вот, теперь-то как бы послание-то написать? Они возгордились, он их обречил, а тот не покаялся, сатана его похитил. В послании какими бы словами он это отобразил? Хорошо, что его ворьми его отрезали. Какое общение с неверными? Сюда бы эти слова привел. Вы вырезали гнили, чтобы дальше не заражалось. Но этого бы не было. А тут обречили его в таком страшном грехе, он покаялся. И они его не принимают. Он плачет, тогда примите, а то сатана его похитит с чрезмерной печалью. Но это классический случай. Обычно так. Вот человек упал в грех, обречаешь. Да что я буду. Да я к православному баптисту. Пал там в грех какой-то. Да я к православному пойду. А там с распростертыми объятиями православных к нам баптист перешел. Да кон-то у них уже исключенный был. Куда он перешел-то? Вот у нас были люди которые совершенно не по-христиански вели себя. Они не знают куда суться пошли к старообрядцам. Мы местному священнику старообрядческому послали людей написали характеристику ну вы маленько досмотрите за ними что это за людей-то вы принимаете да их-то. Тюрьма плачет. Ни звук они как будто нет. И в это время от него переходит к нам человек. Чего он тут пришел-то? Потом только обнаружится. Он заметил у нас одна вдовая и он решил на ней жениться. Знаешь как было и сколько было. И он год жидел здесь подает заявление мы не принимаем его мы его возвращаем назад. Второй год наверное даже 2 года 4 месяца что-ли у нас был ну и с этим и вернулся ни с чем. А у того жена жена хорошая как она к нам пришла оделась по форме стала ходить но мы ей сказали он никогда здесь не женится это невозможно ты живая жена он действительно наша девушка и понравилась ему женщина не девушка и она перестала ходить поняла что муж все-таки не уйдет от нее все просто и понятно и мы его вернули обратно он хоть бы нам слово сказал он как замер 2000 лет старообрядец там ничего больше нету почти терьма покрова бесит и ни слова не сказал почему ты так не поступаешь которые люди отсюда пошли а почему пошли потому что мы говорим старообрядчество это церковь настоящая благодатная имеет священство а они говорят кроме нас никого нет только одним из старообрядцев от них за это время ни один не ушел а от нас к ним человек 10 потому что мы открыли двери мы говорим московская патрифия благодатная у нас около 50 человек туда ушло уже а если мы как старообрядцы говорили нигде спасение ни один бы сидел гнил и гнил пока в могилу не уйдет он никакой но никуда не пойдет он знает что везде плохо а тут за меня за мертвого помолятся все еретики весь мир еретики папа еретик патриарх еретик все а вы хорошие вот два перста вот два а тремя берут табак табак я говорю а у меня папиросы держат что ты забыл там же не тремя пальцами держат мы сами теряем людей потому что мы смотрим шире ну а раз такая беда можете сегодня начать сказать московская патриархия она проклятая сталинская не можем не можем это невозможно мы были бы не здесь если бы признали московская патриархия безблагодатная и на этом точку поставили и все и выход прекратился мы день ночь сейчас долдонили как старобрят тенихон бяка а вакуум хороший а мы этого не можем сделать недавно один человек к нам приходит сюда и говорит можно к вам прийти вы меня приглашали я приглашал ой нет извините вы не приглашали а вы разрешение дали это большая разница у нас нельзя приглашать мы запрещаем это делать худо или бедно 20 с лишним лет мы можем погадать Христа а он услышал он услышал пришел мы ему не отказываем пожалуйста я его не звал но ему понравилось он остался так говорю пригласительных у нас нет никому а ты сам смотри делай сравнение так кто-то может где-то на стороне мы это запрещаем делать вот сегодня как раз человек был я вам все показал мне нравится все а куда ходите да никуда не хожу я еще могу сказать а почему почему ты не ходишь у вас же там открытой московской патриархии храма ну и ходи туда нет зазирая да кто ты такой живешь во грехах и зазираешь ведь там-то не все такие которых ты видишь если невидимые подвижники это все непросто батюшка сегодня задавал вопрос для чего они это дробят правильно ли делают правильно правильно а что голосов где-то может это политический момент другой они должны быть ближе там больше будет вникать это определено он в три раза чаще будет на приходах а до чего больше будет денег брать в приходах да капец так ему назначение так давно в приходе быть ближе к народу а он теперь чаще будет их обижать у него теперь всего только там 30 приходов а было 300 вот какое дело любое дело можно исказить так скособочить что ты даже его не узнаешь меня спрашивают в интернете но патриарх Кирилл то дробит правильно ли делается не знаю я говорю правильно потому что слишком обширное все обширно знаю сколько областей у Путина а в каждом области районы везде районы начальства вот через них указываете стараются как-то выполнить и прочее правильно но из этого правильного не все правильно выйдет истины есть а служители не истины да просто привет пока ко всем очень коротко сегодня в чтении в евангельском Христос сказал кто не возьмет креста своего и следует за мной то есть можно ли идти за Христом без креста Николай впереди первый шаг забыл сказать кто не отвергся себя сначала первое а не отвергся себя и крест не возьмешь отвергнись себя возьми крест следуй за мной идти за Христом поможет следовать можно можем многие следуют но они никуда не придут вот я о чем и говорю и он скажет как ты вошел в небрачной одежде то есть ты там когда отвергся себя ты свою рогу должен сбросить мазутный от этого нефтепромызла образно сказать ты должен как ты вошел в небрачной одежде он же спросил дело в одежде а одежда где полное погружение в воде им не дают они в небрачной одежде за этим столько кроется ну ладно неправильно сделано было там благодать довершит откуда эти слова где она благодать довершит откуда вы узнали что это благодать довершает и все вы связаны в этом связан ну то что после связанных подскамейкой священник лежит они это говорят но почему вы дальше не говорите куда он пойдет это скамейки то куда он лежит сегодня связано завтра связано на и все А теперь смерть пришла и связана на небо повезла. А кто его связал? Ангел. Да хоть он уже связал, говорит, свяжите руки и ноги, куда бросьте его, на небо забросьте. Ну так понять дальше-то договаривать надо. Они говорят и не говорят, а вот как-то благодать дорешит. Что надо дорешить, так она неправильно сделана. Еще она, благодать не вмешивается там, где беззаконие. Она не поддерживает. Бог не нуждается в грешниках, написано. И грешника Бог не слушает. Вот как написано в 9 главе Евангелия Теана. Все, что не говорят, все лгут и лгут. Выход один только, развернуться назад и выправить. Выправить. Так вот дом стоит на песке, ну немедленно возводить фундамент. Бить сваи, поднимать дом на сваи. Дальше-то пойдет что? Наводнение. Все подмоет. Но видели, когда цунами ломает все. Никита Никитич, можно с вами не согласиться? С удовольствием. Вы сказали, что можно следовать за Христом, не отвергнув с себя и не брать своего креста. Следовать это означало за Христом. Как следовать-то? Ну как ты можешь следовать-то? Да никак ты не следуешь за них. Другой брат, таких людей, которые следуют не отвергнув с себя 90%. Я православный. Я исполняю все, я причащаюсь. Нет, якобы, якобы. Да они же не следуют. Это видимость того, что они следуют. Ну вот это другой вопрос. Так это главный вопрос, то есть. А то мы сейчас дойдем до того, что он можно следовать, оказывается. Он следует, но куда дойдет-то он? Он куда дойдет-то? Он вокруг, он вокруг того ходит. На Голгофу. Чтобы идти за ним, нужно найти на Голгофу, а потом вознестись на небо. За ним. Вот так. Могут и идут очень многие. Я говорю, ты как христианин? А видно совершенно... Идут в кавычках. Да. Вот так. Но это кавычки-то и священники не признают. Это вся полнота церковная в этом. Ну да. Они все следуют за Христом. Почему? Батюшка сказал, я сделал. И батюшка всем отвечает, вы делаете не так? Вам не надо думать, я беру на себя, я за Бога отвечу. Перед Богом отвечу-то. Вот в чем дело-то. И таких следователей за Христом около 90 примерно процентов. В кавычках. Ну не отвезшись, и себя не взяли. Куда придут? Да под скамейку связаны. Вокруг Христа ходило много людей. Да. Рядом с ним. Толкались и прикасались к нему. А пристелилась одна. Ну вот и все. 16 стих, 7 главы, 2 Коринфянам. Итак, радуюсь, что во все могу положиться на вас. Колкование. Не отите только радуюсь, что вы почтили его. Но и о том, что нахожу вас такими, не посравляющими меня, подающими мне смелость говорить о вас откровенно, во всяком деле, во всякое время. Иначе могу положиться на вас, потому что буду ли делать что для вас или говорить вам, вы охотно примете то, понадобится ли для исправления вашего обличать или хвалить вас, или предписывать вам что-нибудь тяжкое. То есть могу на вас положиться. Ну вот я говорю, смогу на вас положиться. Давай, апостол Павел, сказать, священник нашей общины. Ну на минуту предположим. Ну что Павел, он написал коринфянам письмо, может положиться, что он дальше собирал деньги для Иерусалимской церкви, больше ни о чем не пишет. И действительно, они пожертвовали. Ну маловато. Он говорит, сделайте так, чтобы мне не стыдно было пойти сопровождать сундук-то этот золотом, серебром-то где-то. Ну просил ли он их, чтобы они там в детском лагере занимались где-то, отвергли себя, пошли там где-то, нигде этого не видно. Он очень узко апостол Павел бьет, именно в том, что они нравственно блудника изгнали, и дальше он покаялся, приняли. Да больше ничего мы не знаем. На благовестие ходили они или нет? Ни слова нигде нету. Но, я думаю, не ходили. Коринфская церковь исчезла, бесследование, ни одного свидания оставила нигде. Нигде нету. Если бы они ходили, было бы что-то, как у римской церкви. Нету, вообще ничего нету. Как будто ее там не было. Монахи не ходили. Египетская пустыня вся пустая. Нету, ни монастыря, ничего нету. И при том, это уже к пятому веку все исчезало. А уж пришел Магомед, все подчистил, ветер пошел. Что нужно делать? Идти. И когда люди благовествовали, вот там жития святого Георгия, его взяли. А что взяли? Ну, полковник, близко к императору. И бели это заниматься. Ну, то кому верят? То плотнику какому-то еврейскому. Жидовину поверили-то. Это не жидови. Это Бог во плоти был. С ума сошел. Арестовать. Он сидит, разговаривает со стражниками. Вместо одного трое. Казнить всех. Повели. А сопровождают. А 70 человек. Они свидетельствуют. Все 70 обращаются. Казнить всех 70. Понимаете? Им надо было вырезать. Но 70-то не казнили. Двое убежали. И вдруг, как пожар вспыхал в Испании. В Галатийской стороне. Императоры отвечают. Страна пустеет. Так что же делать-то? Не знаю. Вот они как деревья. Ничего не чувствуются. Ты их бьешь, будто они смеются. Вот кама греша, когда с факелом народ проходит. И когда жгут их, они поют. Это что? Это не поют? Он не может понять. Как они? Они смеются, улыбка на мертвых-то. Они не могли понять, с кем столкнулись. И тогда указ издали. Ниже полковника. Я образно говорю. Никого не казнить. Даже христиан. Выше полковника. Этих казнить надо. И тогда мина, гермоген попадает. И вдруг Бог такое чудо делает. Ему отрубили руки. В костер бросили. Он помолился. Обугленные руки приставились. И на месте живые кольца остались на руках. Это вообще не Иоанна Дамаскина. Это намного большее чудо. Чем меньше осталось казнимых, и они стали... Не выдавайте им. Они мощь и чтят. Не выдавайте. Бросайте где-нибудь. А воины стали говорить. Вам что нужно-то? Голову? Голову. А руки... Ну, видите, дороже. Не можем. Голова сколько весит? Свесили ее. Три килограмма. Три килограмма золота набирайте. По весу головы. И они стали терзать их и бросать куда угодно. Там же есть и то есть тратие. Забросили. И она голова повисла. Там в дубу там какому. А ворон каркает. Они посмотрели, голова там висит. То есть, всячески, чтобы опозорить и нашельмовать верующего, ничего не получалось. Там про одного пишут, как он взял вина, мехи налил, бурдюки эти. Привел к воинам, охраняют, он по-хорошему поговорил с ними. Выпил, да, давай. Да выпьем за скесаря, давайте там за кесариху. Ну, за всех. Мы улеглись, а он этих в казненных себя загрузил и уехал. Это житя святых, говорит. Ни перед чем не останавливались. Даже на обман шли. Бог простит обман, а зато мы его вытащили. Мы прошли с вами, братья, седьмую главу. И прошли достаточно большое количество стихов, как я не ожидал. И вот первый стих, с которого мы начали, это был девятый, он начинается со слов. Теперь я радуюсь. И шестнадцатый заканчивается стих. И так радуюсь. Вот двумя этими словами закончили. Я предлагаю закончить и вообще сегодня занятие. Хорошо, давайте. Радостно. Радостно. Ко мне сюда приедем. Так радостно, что закончили. Ты давай собирайся в пятницу поехать. Помогать. Ты все знаешь, помогал. Поговорите с Костей и Мухой. Так, потеряв не хотел бы сеть в пятницу? У меня в пятницу. Ну, главное, что теперь мы уже не просто говорим, а можем предлагать. Вы не сужой? Хорошо. Занятие. Так. Принесите ко мне сюда. Позвольте. Нарписи все сюда. Позвольте. помощники сейчас вот она о агафьи красота моя давай рядышком самый маленький должен здесь стоят а ты уже подальше рядом с ней нет 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 агафьи рядом со мной ну а кто из них больше ну-ка кирина побольше ну подальше 3 будет стоять давай вот так поворачивайтесь все сюда заходите боже милостью будь мне грешного создав имя господи помилуй меня бесчиславец и грешил господи прости меня грешное и помилуй господи боже наш мы благодарим тебя за великую милость за мирное время и упокой верующих твоих погибшие в этой страшной битве войне в обителях твоих небесных и проси им вольное невольное согрешение душам нашим полезное сотвори и о чем мы слышали священного писания помоги нам воплотить в жизни нашей посети всех детей твоих по всему лицу земли гонимых пытаемых убиваемых прими их в обители твои вечные благослови патриарха и епископов священников пасту дары духовное рождение благослови правителей сохрани их от покушения на них наведи страх твой на них чтобы они знали что перед тобою они будут давать отчет на страшном суде тебе боже слава за все отец сын и святой дух ими нашу молитву господи воздьяния рук как жертву вечернюю благоухание приятно перед престолом благодати твоей боже всемогущий соедини нашу молитву с молитвами всех святых молящихся тебе на небе и на земле услыши исполни молитву всех молящихся о нас о благе нашим господи прими нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них тебе боже слава тебе хвала честь и поклонение во веки веков говори господи владыка слушает и слышит рад твой посетить болящих игорь александр александр неонилу и надежду надежда васильна болеет у я нету во славу божию вот мы так с полем молимся после молитвы также руки поднимаем дома она мне говорит мне бог сказал переди реку иордан говорит я тебе там место приготовил поле на другой день говорит перейти говорит в израиль говорит я тиманной там кормить воду вот так и понимает духовно новое израиль это общество позже а почему я это не теперь не знание сейчас звонила честра не нажал мир рассказывает прошло воскресенье пришла на на службу не искусе это было понедельник батюшка подошел и сказал ты в храм не приходи к нам не надо а раз прошел но я встаю он опять подходит ты в храм наш не приходи я врачу ничего не сказал сказал не приходи в храм и все я говорю так ты скажи ему что я не к тебе пришла я пришла к отцу моему храм-то это дом чей там хозяин бог я к нему пришла скажи к отцу мою молит но я ничего не сказал это там у них которая зина ну как она там старостика или кто такое было хорошее расположение все сейчас подходит не плачет не на батюшка запретил с тобой даже чтобы встречаться разговаривать и и и все это и ничего чтобы не это ты я горд не знаю чего ну пойми меня ну чё делать как и батюшка то здесь и вот и с тобой то как разрывает вот звонил батюшка вроде бы уже новому благочинному который слава городе то сказал правильно сделал правильно но его ты потерпи хорошо воскресенье будет у меня епископ я поговорю этот игорь чернодыров значит за пределы голоса ну все один вчера у них что не сегодня я там в новый дом перешли нам это который по страну вы там что-то обрушается все разваливается часовник принесение там в дом куда весь всю ночь там переносили но я пришла утром то горит но они там помолились акафи что потом чай но я не ухожу но пригласили меня чай пить это стою но потом она ты знаешь не на ты это ну знаем что ты хорошая там всех но ты только ничего не говори ты знаем что ты грамотно ты будешь говорить а нам надо будет слушать поэтому не говори ничего молчи нам батюшка запрещает тебя слушать ты говори ты у нас тамара увела тамара говорю через дорогу лежит никуда она не уходила до кладбище журнала тамара то рядом там еще какую-то увела так ходила которая там людмила еще она говорит никуда сейчас не ходит как она у вас здесь она никуда не ходила она никуда там это ну вот так а если с постоянных там 5 или 6 человек себя постоянно нет никого чтобы а теперь объясни подробно почему они делают так почему священник то когда она молчит почему если бы она говорила там у него у него спросить почему но ты это разве не знаешь почему знаю конечно ну так и скажи чего боишься это не боюсь еще ну скажи у него заклинило на одном и все он дальше не может уже нет у него дальше ты подняться чтобы немножко посмотреть что там дальше то за горизонтом у него вот есть вот это и сегодня нас остановился а там что-то услышал против там что-то все это больше они на крещение все распространено крещение что нет подходит сейчас ко мне ходили мы на выставку ездили там выставку иду подходит человек такой ну молодой может лет под 30 его такая бородка но как-то он говорит как заикается такой отец таким кстати аграх то вы откуда знаете ну да я вас знаю через игнатия тихоновича где-то когда-то ты там им проповедовал где-то он работал не знаю где и потом он по интернету смотрит вот вот я с ним разговаривал он сказал крещение будет 12 июня горе юля а ну юля да вот мне надо покрестить это ты крещеный так я на никитинская когда-то было ну как мига но мне лоб помочили говорит это все вот это я во вторник это не проходил пусть она slip card 아버ю с ним тогда и договариваться там это что говори я эту влад тамまだ до capacidad когда-то договаривается там как покрести его нам это motivант Долго я не мог с ним разговаривать. Ну, как вы думаете, правильно с Инной поступают? Конечно, это беззаконно. Неправильно. Но мы, если так будем поступать, благо у нас этого нет. У нас кто бы он ни пришел, там, мусульманин, кто-то. Ну, соглашенными выйти, это не наше правило. Не подходи даже, говорит, в храм не заходи. Потому что он ее спасал от смерти, храм-то рухнет. Давайте извлечем полезное. Центральная патриархия у баптистов в Москве. Маловузовская, переулок 3-й. Это ССССР, Совет Евангельских Христиан-Баптистов. И мне дали слово сказать в молодежном собрании. Я даже не знаю, когда шесть человек от них отошли. Сразу. Да как баптистов подняли игрой, а вечером назначили еще одну встречу. И пришел старый баптист. Ну, и сел, и контролировать, как я говорю. Ну, я говорю по Евангелию, что вы не церковь, кто другой. А молодежь, молодежи много слушать. А этот старый там встал, но они со всех послушание. И стал говорить, они как осадили его. А мы вас сегодня не приглашали. Это наше молодежное собрание, это наш гость. Вы там, Кузьма Васильевич, не командуете. Здесь мы это пригласили. Мы задаем вопросы, отвечают. Мы возражаем. У нас непринужденная беседа. И он сел, никуда не пошел. Ну, а прошел день. Там везде оповестили. Я захожу. Баптисты, это же не патриархия-то. Подходят. Это ваша фамилия такая. Вы больше ни с кем не говорите. А я вышел и на улицу. Мы сказали не говорить. Я тогда улицу, и на улицу на ту сторону перешел. А там какие-то учреждения рядом-то. Так они, баптисты, туда перебежали. Мы сказали нет. Я говорю, эта дорога не ваша, государственная. Ну, от силы, может, половина амура ваша. Ну, и там я разговариваю с людьми. Они ничего не знают. Вот, заметьте, поступок один и тот же. Теперь, Новосибирск, Старобрящийская церковь. Долгов Андрей Педотович. И туда пришел священник, через которого батюшка стал священником. Пивоваров отец Александр. Магиста богословия. Это огромный, великий проповедник был. Таких мало-мало сегодня. Где-то. И он пришел по приглашению Андрея Педотовича Старобрядца. Долгого. Ну, и встал ему поперстен. Он знает, как он. Все сделал, как встал. Ставим молиться. Другие. Смотри. Поп Никоньянский пришел. Подходит. Вам с нами молиться нельзя. Он так показал. Тихо. Опять. Смотри, какой упрямый-то. Мы сказали ему, с нами молиться нельзя. А он двуперстно кланяется. Все как положено. Они подходят. Так, выйдем, поговорим. Он говорит, ну, потом, когда выйдем. Ну, это когда в вагоне едут. Выйдем, поговорим. А когда ты вышел в тамбурон, ножом тебя в живот. И он никуда. И когда пошли, Андрей Педотович-то вывел. Я спрашиваю, как он. Говорит, ой, я так хорошо помолился у вас. Так они окружили старобрядцы. А тогда было переулок Овражный, перед Оврагом. И до самого там Красного проспекта они его клевали. Андрей Педотович не выдержал, остановился. А он-то руководит там этим хором, как называют, так лирусом. И он говорит, да до каких пор это будет безобразие-то. Эта территория вообще никому. Мы идем об их бахновях. Они не могут успокоиться. Они лютуют вокруг. Отец на ум. Еврей, это в моем доме он пришел и стал православным батюшкой. Пошел к старобрядцам. Но ему показали, пальцы вот так складывать. Но я больше ничего не сказал. Но я не думал, как... А он вот так вот. Вот эти, троеперсти, это здесь у него получилось. А вот так вот. Я ему не сказал, что так надо пальцы. И он вот так вот. Я никогда не видел, что так молились. Но в самом деле, как разница-то это. И как? Так никто не заметил-то. Вот главное. Так что это гонение везде. Отец Александр Бурдин, протееврей, он сейчас в Анапе где-то живет. Пошел в Москве на Рогозское кладбище к старобрядцам. Помолиться. Зашел, купил свечку. Поставил свечку. И молится. И говорит, подходит бабушка, раз мою свечку, и на бок. Я, говорит, она отошла. Я подошел, опять, говорит, и вот поставил покрепше. Покрепше. С двух сторон держать. Я думаю, подходит раз мою свечку, опять свалили. Я, говорит, тогда слежу. Вот она подходит только за мою свечку. Я, говорит, ее за руку раз. И так, она, нажал, поставь, нажал, поставь, и больше к моей свечке не подходи, я не тебе ставил. Она, говорит, испугалась. И я, говорит, пока до конца службы, а у них, говорит, мол, моля. Больше, говорит, мою свечку никто не тронет. Даже свечка и так скользить можно. Ну, скажите, к себе примените. Не мыли это. У нас свечи не ставятся. У нас не покупаются. У нас, да это, у нас не поймаешь. Приглашать мы никого не приглашаем. Но я и узнаем, если он не курит. Вот человек приходил, он курит. Он, говорит, ну, с собой нет, хотя бы день не куришь, чтобы запаха не было. Мы, видите, как и льготно даем-то. Но когда два раза сходил, и сдвигов нету, мы ему даем тогда срок. Вот сейчас четыре месяца, и пока, говорю, не ходите. Срок года три. Срок дали человеку. Срок дали. Так вот у меня, этот самый отец Александр, пивоваров-то, сходил, я сказал, Новый Завет отнести пятидесятникам там. И там одна была девушка, которой я когда-то сватался. Она очень хорошая, Шевченко Антонина Семеновна. И он пошел. И коснулось ему быть, когда они начали молиться. Но, видимо, они на иностранных, на этих незнакомых языках-то, там этого не было-то. Так я когда приехал к нему печь делать в просворне, он меня призвал, с братом Павлом ездили. Так он все еще не отошел от этой молитвы. Ты, говорит, я, где был-то? Я, говорит, ну, а он, представь, благочинный, их три брата, они все благочинные, три родные брата. Сергей Бурдин, это его сын. И вот, он-то все видел, закончил академию с красным дипломом. Там вообще голова какая-то. Я, говорит, никогда не слыхал, что так люди молятся. Ой, как они Бога любят. Как они молятся. Походит маленько, да, опять. Это как так? Это так люди молятся. А нас могут ли так сказать? То есть они молятся, именно молятся. Вот вы знаете, как молиться? Вот я сейчас скажу, где у меня тут? Любовь Николаевна, подойди сюда. Тебя еще-то вроде не видел на занятиях, или ты это была? Да я это послушаю и не исполняю. Ты умеешь молиться своими словами? Нею. А где тебя научили? Сначала я молилась в адвентистах. Вот оно где. Где мне вручили Библию. Вот так. А потом я уже пришла и услышала Слово Бога в толковании святых отцов. Господь благословил меня на молитве. Я радуюсь, братья. Мне Господь дал молитву. Слава Хесту, а не Хесту. Вот так. Великое счастье быть открытым сердцем и открытого Бога найти. Так что сестра ваша Нина терпит большие искушения. Помоги, Господи. Она говорит, а я сюда жить приехал. А кто тебя звал? Я тебя звал. Согласна тебе? Я здесь живу. Я сейчас буду в храм ходить. Нет, ты не ходи в наш храм. Вот это постарабляешься. Храм никто не запрещает. Ты придешь. Только молчи в храме. Молчи. Ничего не так. Я молчу в храме. Ну и все. Встань. Зайдешь, встань по левую сторону от двери. Стой, молись. И все. Если выгонят, опять зайди. Да, выгонят. Зайди. Через дверь выгонят. Через окно залазь. Вот как наших людей узнают. Узнают. Это что-то еще? А покажите фотографии. Как ваши бабушки одевались. Ходили. Покажите, говорит. Это, говорит, у нас благочестивый русский обычай. Так одеваться, чтобы вот и все. Мы, говорит, так и ходим. У нас так принято. Ну вот ты где-то можешь ходить, а в храм вроде там в платке отходить нельзя. Значит, это убранство чего-то стоит, если он нападает? Вот приходит в храм, смотрит, стоит, смотрит. Заходит молодая. Одетая в брюках. Ну и она там, надо поклониться. А брюки у них обычно, девчонки носят, у них они держатся не на пояснице, как у нас, а держатся они на половине. На копчике. Да. И она как поклонится, они натягивают, считай, до половины почти все оголяется. Это нормально, это можно. Это можно. Сейчас я пошел на выставку-то. Проходим, там что-то батюшка здесь, а все эти сочереди, которые он там исповедовали, что-то говорит им, они всех ко мне под благословение. Я говорю, в очередь-то нарушили все. Все-все, батюшка благослови, батюшка благослови. Ага, все это. Одна смотрела, малая в брюках, я говорю, а ты... Православная? Да. А что ж ты в брюках-то? Мерзость такую. Да я что-то... Никогда не делаю этого. Говорит, это нехорошо пред Богом, нельзя делать этого. И пошел дальше. Бога дарить не надо. Вот сколько мы нового узнали. Сестра наша на добром месте. Молитесь о ней. Она сильная, она выстоит. А этот Чернодыров, он есть, завтра его не будет. Только помолитесь, и все, его как, говорится, ветром отбудет. Ну, вот, будет спать. Архиерей там, ты поговоришь. Ну, я поговорю. Обязательно. На поезде, как на кормисте.